Всем привет, это Андрей Приделин и стендап-обзор на концерт Гурама Маряна. А что люди скажут? Очень необычно начинается концерт на сцене, куда вскоре должен выйти комик. Мы видим двух музыкантов, которые исполняют мелодию. Это уже само по себе необычно. Но еще неожиданнее заканчивается это выступление. И более того, звучит всего одна фраза, которая заставляет тебя сказать «Браво!», хотя комик еще даже не появился на сцене. И сразу, смотрите, отлично проработана сценография концерта. Всего одним объектом, который напоминает то ли солнце, то ли луну, заполнили практически все пространство. Лучи этого, пусть будет солнце, красиво рисует имя комика, а тенью на сцене проявляется название концерта. Лаконично, стильно, минималистично, красиво, просто радуется глаз. Это что-то невероятное красивое. И это в самом начале концерта. После такого начала ты думаешь «Вау, а что же будет дальше?» Класс. Пришло сообщение на букинге, что в случае вашей смерти на Мальдивах, я такой «Нихуя себе начало отпуска!» Слушайте, ну, честно говоря, начинать концерт с темы смерти, это, конечно, очень смело. Понятно, что зал разогрет, это всегда бывает на концертах, тем более больших концертах, неважно, будет видеозапись, не будет видеозаписи, но, тем не менее, да, понятно, что людям заходит. Понятно, что, заявляя такую тему, ты сразу соберешь все внимание. Ну, невозможно не вовлечься, очень-очень острая тема. Давайте так, это спорный, но сильный ход. К слову, любопытное наблюдение, да, в там, Лиге городов, концертах, в том же КВН, комики выходят на сцену без разогрева и должны прям с колес разорвать из зал, жюри, где еще сидят взрослые, серьезные, уставшие вечером, люди, и Гуран, Гуран, кстати, как никто другой знает, о чем идет речь, потому что он в свое время как раз и играл в этот самый КВН. Как бы то ни было, тему Гуран сдает смешно, еще и органично вплетая туда национальный колорит. Сильно мне нравится представлять свои поминки на Мальдивах, это класс. Прикиньте, белоснежный песок, прозрачный океан, хачевский стол, вот этот бесконечный, который не заканчивал, он за остров вышел, бля, знаете, все такие, это что, причал? Нет, хачи сидят, бля, вот этот. И обязательно какой-то пидарас из моих родственников, который, дай бог, чтобы каждый год так собирались вы! Слава богу! Сейчас в этой огромной бочке меда появится ложка дегтя, потому что, ну, будет фрагмент, без которого этот концерт, как по мне, ну, вообще ничего бы не потерял, а может быть даже и приобрел. Я вообще считаю, на поминках правильнее всего было бы подавать то, что любил покойный, да? Но тоже не без проблем, мы понимаем. Когда вы идете, такие, этот крылышки в кифсе хавал, острые. Он от них и умер, блядь, мы зачем вообще идем туда? Острые крылышки, понимаете, о чем я говорю? На этом чуть остановимся. Острые крылышки в кифсе, которые вот так в руки берешь, и у тебя очко горит, понимаете? Вот эти, как я просто смотрю на них, как это вышло вообще? Я клянусь, они не просто так продаются в ведре. Я вам говорю. Если не успеешь добежать, у тебя с собой ведро. Просто после таких шуток про говно, ощущение, что первоклассный актер согласился сыграть в третьесортной комедии. Зачем? Может, он хочет понравиться аудитории, типа, смотрите, я тоже ем в кифсе. Но у человека, что там, кадиллак, джип, да, с персональным водителем. И отдыхает он на Мальдивах. Не веришь. Ну, не веришь в данном случае артисту. Странно это выглядит. Более того, забавно, что сам Гурам об этом говорит. Да, недавно родственники на концерт приходили. Догебались до меня сильно. Просто жестко. Такое ужасное. Ты когда на сцене так говоришь, когда тебе не стыдно вообще? Почему ты вот такие вещи на сцене? Вот эта херня началась. Бабушка обиделась на что-то, вообще не понял, на что. Сильно задолбали. Вот это. Гурам, а вот ты когда так выступаешь? Ты не подумал? Люди, что скажет Гурам? Ненавижу этот вопрос. Ненавижу этот вопрос. Нас же всех на нем воспитали. Что люди скажут? Здорово, что заявленная тема это не просто набор слов к подписи к видео. А, кстати, вот классный кадр, зацените. Но при этом сейчас будет еще одна спорная, как по мне, и сама тема, и шутка. Да, смешная. Ну, правда, очень смешная. Но при этом вот такая же скользкая. Вот смотрите, просто пример. У меня есть дядя в Тбилиси, у которого своя контора ритуальных услуг. Да? Не виртуальных, ритуальных. А он такие, дядя вебкамщица. Нет. Нет, вы говорите пандемия, он говорит охуительный сезон. Смотрите, я к чему веду. Значит, последние несколько лет вот эта тема коронавируса была очень актуальна. И у многих, если не конкретно в этой семье, то у друзей, да, у знакомых, кто-то не просто пострадал, кто-то умер. Более того, тема еще не закрыта. Поступают информации о том, что новые вспышки по планете. Какие-то разновидности поступают. Просто представьте себе человека, в семье которого или в семье близкого друга которого произошли подобные события. Насколько этот человек сейчас посмеется над такой шуткой? Мне кажется, рановато. Ну, просто рановато еще для этого. Это мое мнение. Вы можете быть со мной не согласны. Может быть, я не... Пожалуйста, напишите в комментариях, скажи, ты перегибаешь. Все окей, вот у нас там тоже кто-то умер. Нормально, можно над этим посмеяться. Проехали. Мы смотрим концерт дальше. И здесь Гурам касается сразу нескольких тем. Они все объединены одним простым, но очень важным словом, родители. И знаете, что самое интересное? Это те темы, в которых ты хочешь разобраться вместе с ним. Прям хочешь послушать его мысли, да. Более того, он же это делает еще и смешно. Там не всегда бывают сильные в тексте шутки. Но он вывозит это своей харизмой, своей подачей. И я говорю, ты прям читаешь интересную книгу, сдобренную, хорошей порцией юмора. У вас есть такое, когда вы разговариваете со своими родителями? Вы чуть-чуть, немножечко, очень сильно агрессивный нахуй. Есть такое? Я не знаю, как это работает. Я купил родителям квартиру в Москве. Нормально? Да? Не, 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 хлопать не надо. Не надо хлопать, надо дослушать, как я это сделал. Вот, значит, я продал их хату в Тбилиси, да. Оформил ипотеку, они ее платят. Дальше идет смешной блог про переезд с Кавказа в Новосибирск. И о том, с какими сложностями приходится столкнуться парню с Кавказа в русской школе. Кстати, так, смотрите, на эту тему, ну, давайте так, не первые, да, уже шутки есть на эту тему. Было бы забавно послушать комика, где ситуация наоборот, где русский парень приехал учиться в Кавказскую школу, да, и сложности, с которыми он столкнулся. Если, может быть, вы видели уже, может, вы знаете где-то, где только сильный материал на эту тему, где действительно смешно, Пожалуйста, опять же, напишите в комментарии или в личку где-нибудь в социальных сетях, очень хочется посмотреть, как это обыграно. Наверняка же там тоже есть какие-то стереотипные такие вещи, да, если человек сделал это смешно, было бы здорово поглядеть. Знаете, когда ты идешь по школе, и все прям оборачиваются на тебя, прям оглядываются. Так это нетолерантно, если честно. Такой это расизм. Они так оглядывались на меня. Как будто я негр, бля. Это расизм. Так нельзя. Ладно, если в зале негр есть, извините, я... Извините, просто я вас не вижу. Простите. Все, это шутки. Расслабьтесь. Сейчас, как это, нажимаю на паузу для того, чтобы сделать следующую ремарку. Она будет сделать стендап-обзор на концерт Ади Самому. Темнокожий парень, который отлично вытшутил все вот эти темы, связанные с другим цветом кожи. А Гурам тем временем заводит очень важную... Близкую мне тему, связанную с нецензурной лексикой. Слушайте, а у вас матерились родители, честно? У вас матерились в детстве при вас родители? Похлопайте, у кого было такое? К моему сожалению, недолго мы останавливаемся на этой теме. Гурам рассказывает о своем папе, который ругался матом. Я что-то в этот момент задумался. Да, я, наверное, тоже от отца пару раз в детстве слышал какое-то крепкое словцо. Где-то он не успевал себя сдержать. От мамы нет. Точно. Сделаю после этого видео опрос на вкладке сообщества. Оругались ли у вас дома, в вашем присутствии, у вашей родители, когда вы были маленькие? Интересно посмотреть на среднюю температуру по больнице. Тем временем в концерте у Гурама. Дальше идет очень забавная шутка про получение гражданства. Я охеренно. Знаете, как обидно, блядь? У Депардье гражданство, вы понимаете? Обеликс, блядь, гражданин России. И я шесть лет в этом, блядь, паспортном столе провел. И практически сразу переход на новую тему, связанную с его племянником. Я по нему скучаю. Маленький, прикольный, пять лет ему. Он всегда, он меня видит, он скучает. Я скучаю. Он, дядя, бежит ко мне. Я беру его на руки. И в этот момент он меня заебал. Вы понимаете? Ну, я очень его люблю. Но кладу его обратно. Он так, эээ, заебал, давай. Но с любовью. Потому что племянник, это каршеринг. В мире детей. Ну, типа, царапина. Такой, так. Ну, царапина. Сфоткал, матери его отправил. Так было. Когда мы подошли. И сигаретами воняет. У вас прокуренный пиздюк. Разберитесь, пожалуйста. Это очень смешно. Может быть, потому что, наверное, это очень правдиво. Это прям класс. Это прям хочется выписать эту шутку. Ты ее запоминаешь. И будешь, наверное, где-то потом при случае использовать. Это здорово. Значит, следом Гурам поднимает очередную тему, на которую хочется услышать ответ. Можно даже без шутки. Но важно услышать ответ именно от представителя народов Кавказа. Я сказал, что было бы интересно узнать ответ на эту тему даже без шутки. Но Гурам туда их вставляет, эту шутку. И даже не одну, их там несколько. И все классно. Но там есть одна финальная шутка про ослов. И слушайте, ну, правда, ну это мерзко. Ну, прям просто представляешь эту картину, это мерзко. Вы можете сказать, что опять придираешься. Все это ерунда. Главное же, чтобы смешно и так далее. Просто представьте. Ну, вот вырезали эту последнюю маленькую шутку. Вот что-то изменится. Нет. Мы просто закончим на хорошей шутке. И можно спокойно прожить без этих ослов дальше. Может быть, нет. Не знаю. Вот, давайте я вам сейчас эту шутку покажу. Дальше, опять же, напишите в комментариях. Вы, наверное, в курсе, что в восточных семьях, на самом деле, строго воспитывают детей. Строго воспитывают детей. Особенно девочек, да. До свадьбы нельзя и так далее. Честно скажу, я никогда не понимал, почему вот девочкам нельзя, а нам можно. Я такой, бля, а с кем? Да, я... Я как бы не даю путь, да, но мне на братьев нападать. Ну, объясните. Вы понимаете, как это происходит? Они такие, вам можно, вам нельзя. Идите. И ослы такие, ёб твою мать, понимаешь? Ладно, проехали. Тем более дальше идет тема секса. Точнее, нежелание Гурама делать кунилингус. Развивается эта тема на протяжении минут... Потому что она, наверное, минут 10. Я даже поймал себя на мысли, что вот этот хронометраж, возможно, совпадает непосредственно с самим процессом в жизни. Да. Смотрите. Конечно же, поза 69 у меня бывает. Да. Просто я ничего не делаю. Вот и все. Вот моя поза 69. Ага. Слушайте, ну понятно, что на такую глубокую во всех смыслах этого слова тему писать легко. Зал радуется. Все понятно, это смешно, это весело, интересно, легко. Давай. Но мысль, которая приходит уже не первый раз за этот концерт, по ощущениям, темы и шутки, они хорошие, смешные, все классно, но, по-моему, это то, что Гурам не смог показать в рамках телевизионных эфирах. Вот это все собрали, придали канву, да, еще пару шуток добавили, и оп, из этого всего появляется концерт. Смотрите, я сейчас перечислю тему, вы поймете мою мысль. Смотрите, тема выступления. Смерть, похороны, говно, смерть от коронавируса, ругаться матом, 10 минут кунилингуса. И понятно, что материал-то смешной, выбрасывать жалко. Куда его девать? Непонятно. А так, подсобрали, оп, все, концерт, ну норм. Ну а что, ну смешного, смешного. Тем более, что, объективно, весь этот концерт очень удобно ложится в тему, которая озвучена в его названии. Ну, опять же, как бы то ни было. Дальше Гурам поднимает еще одну тему, на которую, опять же, мне искренне хотелось бы узнать ответ. А если еще и с юмором, вообще класс. На простом примере, похлопайте русские люди, которые дружат с кавказцами в жизни. Похлопайте, есть такие здесь? Да, вас всегда много, всегда много. Прям дружите, в гости ходите, правильно, вы кенты. Сейчас я вам расскажу, что мы говорим о вас, когда только от вас вышли, да? Мы были у вас в гостях и только вышли. Ну, во-первых, мы такие, нам бы такую хату хуй кто сдал, это во-первых, да? Да, правда, после этого мы снова возвращаемся к отношению с девушками. Точнее, отношению девушек с девушками. Речь о дружбе, если что, окей? Ну, девушки, я не знаю, как вам объяснить такую простую и очевиднейшую вещь, что каждый ваш друг, каждый ваш друг хочет вас трахнуть. Каждый друг. Не верите? Давайте дружить, блядь. Но в жизни вы ненавидите друг друга. Я видел, как моя девушка листала ленту, увидела фотографию своей подруги и сказала, ну и хуйня, лайк. Блин, смешно. Ну, правда, ну это смешно. Вроде бы там даже какой-то шутки такой сильно нету, но вот это точное подмечание, классно сдал и... Ну, смешно. Ну, ничего ты не сделаешь. Класс. Концерт завершается. Давайте смотреть, кто его создавал. Иван Махров. Тот же самый парень, который снимал концерт, Евгения Чеботкова, к сценографии и режиссуре которого, честно говоря, у меня было много вопросов. Здесь... Кайф. Креативный продюсер. Игорь Джабраилов. Уверен, все, кто смотрит стендап или вообще хотя бы слышали что-то про стендап, Игоря прекрасно знают. Техническая команда. Всем огромное спасибо. Это здорово. Это просто очень приятно смотреть. И продюсер концерта Вячеслав Дус-Мухаммедов. Вот сразу становится видно и понятно, кто приложил свою опытную руку и сделал концерт таким, каким мы его видим. Здорово. Так, подведем итоги. Значит, я тут, кстати, несколько изменил критерии оценивания. Их осталось три, как и было раньше. Ушли звездочки. Теперь у нас есть только градация. Присутствует та или иная характеристика в конкретном концерте. Начнем с артистизма. Здесь бесспорно. Гурам очень обаятелен, эмоционален, энергичен, эмпатичен. За ним приятно наблюдать. Не важно, что он делает, да? Важно, как он это делает. Новизна темы взглядов. И снова да. Несколько раз за весь концерт я ловил себя на мысли, что я хочу... Ух ты! Да, а вот и что? Любопытно. Угу. Ты думал, ты наблюдал. Какой вывод получается? Класс, мне это интересно, мне это нравится. Еще и с юмором. Вообще здорово. Третья характеристика. Смешно или пошло? Кстати, обратите внимание, в титрах указывается, да, что такое пошлость. На всякий случай, потому что многие не понимают, о чем речь идет, когда звучит это слово. Смешно или пошло? Да, конечно же, скорее смешно. Хотя справедливости ради, но... Давайте так, ни одна там была шутка в выступлении, которую вот без зазрения совести убрал бы любой телевизионный редактор или там редактор даже региональной лиги. И поверьте, концерт бы от этого ничего бы не потерял. Но, но... Это еще раз, это еще раз наводит на меня на мысль о том, что, я говорю, сюда вошло вот то, что не попало в телевизионные... То, что не попало в телевизионные выступления Гура. И обобщение вышесказанного посоветовал бы я это видео своим друзьям. Однозначно да. Во-первых, для того, чтобы забавно провести вечер, посмеяться классно, весело, позитивно. И, во-вторых, а потом будут темы, которые интересно обсудить. Да, я говорю, мы получили заряд удовольствия от комика и от его юмора. Но как же потом интересно посидеть часок-другой, да, за бокалом и обсудить то, о чем он говорил.